В операционных онкоцентра Лапина идут подготовки к операциям. В одной из них пациент с диагнозом рак кардиального отдела желудка с переходом на пищевод. Кардия – это зона желудка, которая представляет своеобразный клапан, через который в желудок поступает пища и не попадает обратно. Это позволяет избежать рефлюкса и раздражения пищевода, что в дальнейшем может привести к предраковому состоянию или, что хуже, к раку с переходом на пищевод. Помимо этого, у пациента также дисфагия второй степени. Дисфагия – это сужение пищевода, в данном случае вызвано опухолевым процессом. Она характеризуется нарушением при прохождении пищи. Вторая степень дисфагии – это не такая выраженная проблема, это затруднение при прохождении твердой пищи. Пациент вполне может питаться полноценно, полужидкой, протертой и тщательно прожеванной пищей. Рак желудка – это достаточно грозное заболевание. По заболеваемости он находится на пятом месте среди всех онкологических нозологий и на втором – по смертности. В России ежегодно раком желудка заболевает порядка 35-40 тысяч человек. При этом умирают от данного заболевания примерно в 90% случаев. Пятилетняя выживаемость колеблется от 15 до 20%. Единственная страна в мире, где пятилетняя выживаемость при прохождении желудка стоит 53%, а самая высокая в мире – это Япония. И это все происходит по абсолютно объективным причинам. В Японии самая высокая заболеваемость в мире – раком желудка. По этой причине существует государственная программа скрининга рака желудка. И выявляемость на первой-второй стадии заболевания у них приближается к 90%. То есть человек даже формально страховку не может получить, не пройдя в свое время обследование по поводу рака желудка. В отличие от азиатских стран, в западных уровень заболеваемости раком желудка снижается. Это связано с развитием культуры питания и здорового образа жизни. Зачастую клиническая картина данного заболевания на ранних стадиях не просматривается. Симптоматика появляется на последней терминальной стадии. Сегодня при лечении рака желудка применяется мультидисциплинарный подход, который включает проведение химиотерапии и хирургического лечения. Заключается он в выполнении тщательной лимфодоноктомии, как и при раке тележелудка, как и при антральном отделе желудка, что антральном отделе желудка встречается наиболее часто. Выполняется лимфодоноктомия по ходу ветвей чревного ствола, гепатональные связки, ворот селезенки, выкраивается желудочный стебель. Это все выполняется в животе. Максимально мобилизуется грудной отдел пищевода из живота, после чего больной поворачивается на бок или в открытом варианте, как сегодня, потому что большая опухоль подозрена в растании соседней смежной структуры или в трокоскопическом варианте выделяется пищевод. Желудок перемещается в плевральную полость, удаляется пораженная часть желудка, максимальная часть с малой кривизной, со всеми лимфоузлами и лимфоколлекторами регионарными. Удаляется пораженная часть пищевода на пределах здоровых тканей, формируется стебель из перемещенного желудка и формируется анастомоз между пищеводом и перемещенным желудком. При этом выполняется лимфоаноктомия по ходу пищевода, удаляется большой грудной лимфатический проток. То есть, в принципе, все лимфоколлекторы уносятся, и в пределах здоровых тканей формируется новая соустья. В дальнейшем пациент сможет нормально питаться, жить и внешне не отличаться от здоровых людей.